а это Васька, ребят всем привет наш Василий вот рада вас приветствовать на канале вот наш Васька очередной раз постарался до 8 8 8 носик носик твой вот так что давайте мои хорошие продолжим вот ребят одна из наших манюник опросилась нам еще нет суток такие вот у нас малыши карандаши появились маленькие вот что бы мне хотелось еще вам сказать со свиньями мне кажется проще чем просят над корм держать свинья в год при хорошем конечно кормлении при хорошем условии поросится два раза вот она опоросла ее ты батюшки и дима вышить в течение суток мы ломаем облавленную куркулыки дальше что количество поросят не знаю по нашим наблюдениям мне кажется зависит от производителя наверное сколько не пожалел своего биологического материала потому что опять же по наблюдениям одна и так же свинья у нас 15 поросят приносила то 6 вот вес поросят тоже мне кажется зависит от помюта чем меньше поросят тем они глубнее чем больше соответственно они будут мельче ну а дальше поросенок он вахты поросенок мы не смотрим на то что есть люди которые подсчитывают высчитывают мы не смотрим поросят единственное на что влияет поросенок это на ценовую политику конечно весной они подороже а летом и осенью они подешевле но мы на это не смотрим как только время подошло с ручки мы включаем так что как-то так с малышки кормите . ками свинья заболевает через двадцать один день вот как только время подходит если свинья не перегуляла соответственно мы ее сажаем на хорошее кормление вот и ждем входит она супростная три месяца три недели три дня там бывает поговаривают три часа три секунды вот там глубоко мы их бурнулались поэтому как-то так не надо пищать какой бы поросенок ни был когда он вырастает мамкой становится серьезной делкой так что им еще нет суток вот совсем они у нас крохотные моллюськи вот такие вот карандашики пойдем сейчас с вами зубы ломать зеленочкой их пометили каждого кашель кормить 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 вот такие вот малюсти у нас мамка кормит да мамки сиськи почухли волнуется мамка у нас вынужденная мера ребят летом когда свинья поросится конечно же мы эту процедуру проделываем на улицу зубы в коке а зимой на улице холодно в сарае чтобы свиньи не волновать мы заходим домой свиньи и дома вот таким вот макаром это все дело мы проделываем такие вот маленькие карандашики корми, корми мамечка, корми девочка вот такие вот маленькие карандаши конечно им еще и суток нету а на третьи сутки мы будем, да Сергей делать приливки обязательно витамиточки им поставим потом на десять а через десять мы на десятый день мы станем не кормили ну и глистовым разрушим вот такие вот маленькие малюсики ребят в середине видео хотим разыграть небольшой конкурс призовой будет поросенок ребят тот кто первым напишет правильное количество поросят в комментариях под видео мы их обязательно подарим одного поросенка ну а если вы не из нашего региона или даже не из нашей страны ребят обязательно с вами свяжемся и переведем сумму данного поросеночка вам на карту так что ставьте лайки подписывайтесь и досмотрите видео до конца корни корни наши корни корни девочка Смотрите, какое такое событие, друзья. Что я делаю? Что порос? Ходим к роду. Ждем. Ждем. Батюшки. 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 Средневековый. Молоко жирное. Зайцы, сколько она ссасывается? Маленькие свои. Батюшки. Батюшки. Ну что, ребята. В заключении своего видео хотелось бы мне сказать вам, иди, малыш. Живут они у нас первые три дня в отдельном домике. Каждые полтора часа ходим их, открываем, кормим. Конечно, первый день мы им показываем, подсаживаем. Еще раз повторюсь, все поросята разные по весу. Вот. Поэтому надо им немножечко помогать. Ну а дальше что дальше? Дальше, значит, мы уже говорили, на третьи сутки мы делаем, ставим им в жизни необходимые витамины. Вот. Не кричи. Жизненные необходимые витамины. И на десятые сутки тоже ставим эти же витаминки, ребят. Не подумайте. Это не для рекламы. Сейчас перчатку сниму. Витамины, значит, мы пользуемся разными, но вот две упаковки, которые нам очень нравятся. Сидимин. Вот. И лиовид. Ребят, здесь есть таблица, какая норма нужна, в каком возрасте. Здесь очень большой комплекс всяких витамин. Поэтому и норма здесь тоже есть. Все это просто илиовид и синий. Очень классные витамины. Пользуемся уже не первый год, поэтому просто вам как бы для совета. Так что, мои хорошие, как-то так. Не забудьте подписаться на наш канал. Ждите от нас новые видосики. Вот они, наши лопоушки. Мама белая, папа пятнистый, но в основном доминирует белый цвет, конечно же. Тут вот немножечко совсем есть у некоторых поросят пятки. Ну что, мои хорошие, всем пока-пока. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok